Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас среда, 1 февраля 2023 года. Держу я Библию и хочу сказать послание к римлянам. Открываем. В общем, мне 53 года, несколько эмиграций, 5 лет в Аргентине. Как говорится, Крым и Рым, и медные трубы прошла. В жизненных испытаниях и в желании, знаете, найти счастье. Так вот, апостол Павел в своём послании к римлянам говорит, глава 1, стих 26, и почему это к Аргентине относится, и ко всему остальному свету, и почему именно римляне. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Глава 1, 27 стих. Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение. И, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийство, распри, обмана, злонравия. 30 стих. В Аргентине это, знаете, как вот эпидемия. Там мужчины охотятся не просто за женщинами, а, знаете, вот за пятой точкой у женщин. А смотрите, если кто-то этим занимался постыдно, Псалм 50-й, царь Давид говорит, 50-й Псалм. А шестой стих. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоём. Тебе единому согрешил. Тебе единому согрешил. Поэтому, поэтому есть покаяние, и Господь ждёт нашего всех вот покаяния перед Ним. Делали? Прекратите делать. Покайтесь. Поэтому я говорю. Я прошла и аргентинские испытания. Знаете, вот, и, знаете, почему там ценилась? Не то, что ценилась, а вот, не знаю, как-то вот очень уж я всю жизнь свою пятую точку берегла. Но даже если бы не сберегла, покаялась бы и больше бы этого не делала. И вам этого советую, вот это советую делать. Ещё, что я хотела сказать. Пока что это.